Примерно 4 года назад мы запустили этот подкаст, DevOps Kitchen Talks. Мы придумали это название именно сидя за этим столом, за которым вы сейчас меня видите. Прошло 4 года и 70 выпусков, и пришло время вернуться хотя бы на один эпизод в ту кухню, с которой все начиналось. Сегодня мы будем говорить обо всем и ни о чем. А с вами Виктор Вернич, девелопер-адвокат компании DBS. И Александр Довнер, head of DevOps компании Navitech. А я думал, скажешь, просто хороший человек. Непривычно очень записываться, когда музыка не звучит в ушах, и ты сидишь просто на реальной кухне. Там, возможно, я даже покажу, сзади, за всем этим скрывается реальная кухня. Даже давай я покажу, чтобы люди поверили. Вот там вот наша кухня, на которой мы один раз вели наш стрим. Ну а сегодня мы будем записываться вот так. Саш, о чем говорить будем? Будем говорить о том, что надо сделать заставку. Точно. Ну, кухню мы показали, и пора начинать готовить. Дивопс. Китчен-такс. Начинай готовить. Пару-ару-ару-ару-ару-ару-ару. Да, музыки у нас сегодня нету, но будем как-нибудь обходиться без нее. Она будет, но... Будет для наших подписчиков, но сегодня не для нас. 70 выпусков. Саша подключился, наверное, где-то с середины. Плюс-минус, я, честно говоря, не помню. Можно пойти в ютубчик и посмотреть, когда ты там к нам подключился. За эти 70 выпусков мы прошли достаточно долгий путь. Переехали в разные страны. Саша все еще в Минске. Макс решил отдохнуть, взять долгий продолжительный отпуск. И пока все еще отдыхает. Надеюсь, что наш второй фаундер еще вернется и будет зажигать своими шутками в нашем шоу. Да. Без него не то говорят, да? Ну да, говорят о том, что шоу потеряло огонек, юмор, душу этого подкаста. Тут сейчас я призываю, Макс, возвращайся. Мы тебя любим, ценим и всячески тебя ждем на нашей кухне. Саша, тебе вопрос. За эти 35 выпусков как ты считаешь? ДКТ поменял твою жизнь, повлиял как-то? Люди узнают тебя не так, как тебя. Это ты, думаю, расскажешь дальше. Ну, на самом деле, я бы сказал, что да. Почему? Потому что я замечаю, что по мере вот этого времени у меня пропало, ну не пропало, ладно, буду откровенен. Скорее минимизировался страх записи каких-то публичных выступлений. Да, отличный еще пример. Например, если бы меня три года назад позвали с тобой или с кем-то еще пойти в студию к какому-то человеку, записываться в профессиональную студию с камерами, которые уже стоят со светом и обсуждать какие-то темы, меня бы просто бросало в пот. И я бы там просто волновался, не знал бы, что сказать, готовился. А тут мы просто пошли и отлично побеседовали. У нас будет где-нибудь ссылочка, я думаю, да? Мы вставим, почему нет, на это видео, которое мы хотим. У меня единственный вопрос, можем ли мы вставлять ссылочки на чужие каналы вот в этом вопросе. Я просто не знаю, можно ли такое сделать. В описании, если что будет. Будет в описании, да. Да, и это на самом деле очень классно, потому что это очень сильно помогает и с точки зрения карьер. Ну, потому что ты больше общаешься с людьми, ты комфортнее себя чувствуешь в разных окружениях. И вот эта вот штука, вот работа с камерой, это вообще очень классный навык, который у меня до сих пор не отработан. Я постоянно пытаюсь себя заставлять, знаешь, смотреть в камеру или не смотреть в камеру, в зависимости от формата. Вот я сейчас понял на секунду, что я смотрю камеру, я не смотрю на тебя. И это деградация немножко от того, что мы постоянно записываемся, каждый сидя перед своим компьютером и не смотрим реально друг в друга в глаза. Я сейчас пытаюсь смотреть в глаза нашим зрителям, чтобы держать с ними визуальные контакты. Это уже, знаешь, такая типа профдеформация. Ну, уметь говорить с камерой, это, мне кажется, крутой момент. Как ты считаешь, вот сам как ДКТ, вот это вот смотрение в камеру и так далее, помогло ли это тебе развить твои софтскиллы, чтобы лучше общаться с клиентами? С клиентами сложно, но софтскиллы в целом да. То есть клиенты, все-таки это английский язык, да, и практика немножко другая. Навыки, ну, сложно сказать, я бы, наверное, перевернул и сказал бы, что в целом для софтскиллов это максимально хорошая штука. То есть, например, я участвую в определенных образовательных программах, да, там с какими-то платформами, записываю видеоконтент. И это тоже определенный навык, потому что я знаю, как это делать, я смотрю в камеру, у меня не сбивается речь, это позволяет мне не смотреть в листок. То есть я могу подготовиться тезисно, в него даже не смотреть и спокойно вот так вот идти, короче, по какой-то теме, абсолютно не задумываясь о том, что я говорю, потому что оно как-то само происходит. То же самое и в общении с коллегами, когда оно на русском языке. Ну, потому что для меня это все, я не научился вот так вот в голове просто включать переводчик. То есть я все равно, когда я начинаю думать по-другому, я и говорю немножко по-другому. То есть на русском языке мне комфортнее, мне намного легче общаться. С заказчиками, когда это английский язык, все-таки где-то не хватает словаря, и ты волей-неволей начинаешь задумываться о словах, которые ты хочешь сказать, перевести на ходу и так далее. И это как бы сложнее, но опять-таки эффект однозначно есть. Это фарт. И он достаточно хороший. Ну вот ты до этого уж уже был в движухе, да? То есть ты в ЕПАМе вел разные мероприятия. Bird, Being Real, DevOps, всякие разные митапы, DevOps Минск. Это было во время уже ДКТ, но тем не менее. Тебе как-то это помогает или нет? Ну вообще я считаю о том, что когда я устраивался в Амазон на эту уникальную специальность девелопер-адвоката, если так быть совсем откровенным, наверное, большинство того, что я делал до, оно очень сильно замачивалось. И это как раз-таки то, что требовалось для Амазона на тот момент. Ну в целом вот в это если брать направление девелопер-адвокат, важно это Амазон, Амазон, другие компании, они как раз-таки ищут тех людей, которые умеют не только что-то делать, но потом об этом рассказать. Я вообще всегда считал, что комьюнити это очень большая движуха. Я на самом деле такой немного, наверное, социально зависимый человек. Мне очень нравится общаться с людьми, я думаю, это понятно из-за всех тех действий, которые я делаю. И важно то, что я не просто рассказываю, я как бы учусь еще от других людей. И я не один раз говорил о том, что самый лучший и самый правильный способ это учиться вместе. Организовываться в какие-то, не знаю, там клубы маленькие, где вы вместе согласно какой-то программе там чего-то учите, идете, задаете, например, тоже сертификацию. Хотя у нас было миллионов раз разговоров о том, что сертификация, возможно, это не лучший вариант, но как какая-то цель, сформулированная по смарту. Напомню, смарт, это специфик, measurable и так далее, и так далее. То есть есть какая-то специфическая цель, которой конкретной дате вы хотите достичь. И организовываешься в группу, скорее вы с большей вероятностью ее достигнете. Либо другой вариант, просто покупаете ваучер, как я это сделал, ждете год, через год он начинает экспариться. И вы, чтобы не профукать денежки, идете все равно задавать. Но это не самый правильный вариант. Кстати, да. Я забыл, что у меня ваучер есть, надо ждать, сертификат какой-нибудь. Я бы сказал, что за 70 выпусков у меня точно сформировалось умение говорить достаточно легко. Это важно, и в том числе это сильно помогало, когда я работал напрямую с клиентами. Сейчас по своей роду деятельности у меня клиентов как таковых на продакшене нету. Но есть очень много людей, с которым я все равно взаимодействую. То есть, например, я отвечаю за тот же Berlin Summit. У меня есть большое количество людей, с которыми я координируюсь. Есть спикеры, которые собираются выступать. Есть маркетинг, который считает немножко по-своему. А я считаю немножко по-своему. И всегда вот этот способ разговаривать, слышать, что требуется. И уметь донести со своей точки зрения до других людей. Это важно. Мне кажется, мы уже не раз говорили про roadmap DevOps. И уметь из софт-скиллы, особенно с учетом развития Generative AI, каждый день выпускаются новые модели. Мне кажется, что умение разговаривать, умение слышать, транслировать язык из бизнеса, либо человек сидит в продажах, человек в продажах, человек в саппорте, человек в разработке. Это три разные стези абсолютно говорящие, пусть даже на одном языке. Ты говорил, потому что тебе тяжело переключаться на английский. Даже если они будут говорить на одном, пусть это будет даже русский язык, все равно они могут не понимать друг друга. Ну, у меня даже интересно, я не знаю, опять-таки мы сегодня не очень обсуждали тему. Мы и так сложились у нас, что мы плюс-минус пришли просто побеседовать. Выпуск, юбилейный и так далее. Мне просто вспомнилось хороший момент про твой софт-скиллс. Вот у нас был когда-то вопрос от слушателей, который мы на прошлом стриме фиксировали, но не все успели ответить. Был интересный просто комментарий от Анастасия6746, чтобы это не значило. Бин-код от карточки. Да, судя по всему. Один из вопросов был как раз-таки, как оценивать с точки зрения Джун Миддл-синьор инженеров. Вообще, с точки зрения собеседования, то есть техническую часть, наверное, можно оставить в сторонке, потому что, ну, конкретно мой опыт, он такой, что мы в основном нанимаем синер ребят изначально. То есть мы, если видим, что он не подходит, мы не ставим грейт. Хотя бывают случаи, вот относительно недавно девушка одна к нам в компанию присоединилась, которая не дотягивала, но нашелся под нее проект. Одного человека взяли, потому что он показал, насколько он умеет вкладываться в работу, и мы его тоже взяли с ростом, еще один товарищ. То есть у нас есть такой опыт, но это редко. Но вот софтскиллы – это то, что делает разницу. Я видел большое количество инженеров, уровней синер, которые технически, они, наверное, классно делают работу. Но в модели бизнеса, в которой моя компания работает, у нас часто возникает ситуация, что вот есть клиент, есть инженер, и, по сути, они вдвоем больше всего разговаривают. Да, есть там тимлиды, я, которые периодически могут прийти к клиенту, побеседовать, собрать обратную связь, или в целом инженеру помочь, если нужна помощь. Это понятно. Но с точки зрения day-to-day collaboration, то есть нету такого, как, например, на каких-то проектах, больших компаниях, больших проектах, ты просто приходишь, тебе насыпают задачи, там, типа, и ты их делаешь. Ну, не знаю, там, пофиксить скрипт, добавить терраформ. То есть тебе надо прийти к клиенту, тебе надо узнать, а что за задача? А у клиентов же как? Они хорошо, если умеют формировать функциональные требования. То есть функциональные требования – это конкретно техническое задание, условно. Они, в основном, могут выразить нефункциональные требования. Например, ну вот у меня pipeline долго работает, вот у меня, короче, хочется сделать быстрее. А ты открываешь pipeline, а там Jenkins, в котором просто 38 Python скриптов, 28 Shell, и все это в Jenkins файл обернуто, в Shared Library засунуто, и, короче, и что-то там происходит. Клиент-то сам не знает, ему кто-то это сделал, и, может быть, этот человек больше не в компании. И тебе надо конкретно, благодаря софт-скиллам, планомерно выяснять, общаться, пытаться конвертировать вот эти вот нефункциональные требования в функциональные. В моей компании, с одной стороны, это нетипично, да, в принципе, для сервисной компании, потому что есть бизнес-аналитики, архитекторы, project-менеджеры. Но, с другой стороны, у нас такой размер, где мы можем себе позволить искать людей, которые подходят в нашу бизнес-модель, и зато этим людям комфортно там работать, да, потому что зачастую те люди, которые к нам приходят, они действительно хотят работать, им это интересно, им классно создавать что-то новое самостоятельно. И вот в этом случае софт-скиллы прям обязательно. У нас, я лично, если я вижу, что нету вайба, вот этого сфобора, ну, я вижу, что вот человек не сможет себя, скорее всего, продать на тех интервью, ой, на собеседовании с клиентом. И в последнее время наши клиенты, вот с Израилем я в основном работаю, они все повально хотят интервьюировать инженеров, которые к ним идут на проект. Мне понравилось, ты начал типа про джун, мидл и так далее. Давай разберем по порядку. Мне очень еще интересно, что сейчас спрашивать на интервью, особенно клиенты, насколько глубоко в техническую уходят. Также я все обещал, что расскажу свое интервью про Amazon. Я думаю, что мы сегодня как раз-таки это время, когда про это рассказать уже столько времени прошло. И, наверное, как раз-таки сейчас будет это правильное время, потому что Amazon сейчас активно хайрит. В прошлом выпуске я там давал рекламу о том, что где-то про выпуск, наверное, будет вот здесь. Рассказывал то, что в Германии открывается такой типа не гоф-клауд, а sovereignty-клауд, в общем, для... Resiliency-клауд. Не resiliency-клауд. Релабилити еще напомню мне. Клауд для паблик... В общем, для government-организаций немецких. И так далее. И там, на самом деле, очень много нанимает системных инженеров как раз-таки с нашей области. Как раз-таки тот момент, когда есть время подготовиться и попробовать себя в Амазоне. Первое. Давай разберемся все-таки по софт-скиллам. June, middle, senior. В чем разница будет? Ну, опять-таки, это исключительно мое мнение, да. Я не претендую на какую-то экспертность тут. Наверное, чисто с точки зрения опыта и как я смотрю на это. Junior, basic English. Это максимум, что нужно софт-скиллов. Хотя бы для того, чтобы человек мог читать документацию и хотя бы чуть-чуть разговаривать. Особенно, если это иностранный проект. Потому что английский, я знаю, что ты хочешь сказать, но английский – это очень важный компонент софт-скиллов для инженера в целом. Потому что, если мы говорим вот про русскоязычную или оригинальную… Я не знаю, как сейчас правильно выражаться. Но, короче, для людей, которые говорят или думают на другом языке, кроме как английском, как раз-таки английский – это очень важно, потому что большинство документаций, переписок – оно обычно всегда англоязычное. Да, что ты хотел возразить? Вот мы с Борей, когда там собирались с ребятами в Гданьске и с Антоном, и обсуждали как раз-таки тоже там про английский. И кучу раз у меня был этот вопрос, что многие считают, что все-таки английский – это не софт-скиллы. Английский – это все-таки хард-скиллы, которые ты, грубо говоря, по какой-то таблице выучил грамматику, получил А1, не знаю, там научил открывать рот, получил Б1 и так далее. Научил хорошо разговаривать и так далее. Но с точки зрения как не технического скилла, а специфического для работы, я согласен. Английский вообще считаю, что это будет единственный язык программирования, который останется. Хорошо, убираем английский из уравнения. Если убрать английский из уравнения, я считаю, что для джуниор-специалиста достаточно просто быть готовым и иметь возможность учиться. То есть не надо ожидать, что вот вы придете, вам скажут «вот в Дженкинсе сюда нажимай». И ты будешь все время нажимать, потому что рано или поздно тебя автоматизируют. То есть надо учиться. Навык учебы и познавание, и разбирание чего-то – это, в принципе, очень важный софт-скилл. Тут, наверное, нельзя тоже сказать, что его нет. И ему даже можно отчасти… Ну, научиться сложно, но его можно приобрести. Мне кажется, здесь не то чтобы учиться, мне кажется, для джуна больше важна любознательность. Хорошо. Вот я тебе приведу пример. У меня было очень много джунов, очень много за свою карьеру, особенно в ВИП-аме. И люди есть разные, по-всякому бывает. Для кого-то, условно, человек пришел, там работа для него с 9 до 6, он отработал, как бы, и все. Возникает вопрос, как учиться, как разбираться и так далее. Я думаю о том, что самый лучший способ учиться – это учиться на работе. Вот твой способ, как ты говоришь, типа, я учусь практикой. Я пойду лучше, грубо говоря, сломаю свой кубернетис или терраформ и попробую это написать по-хорошему. Но ты задаешься вопросами, грубо говоря, ты пытаешься исследователей там посмотреть, а вот возможно здесь лучше можно сделать. Почему это работает именно так, а не иначе? Особенно лучше, когда вы джуниор, никогда не воспринимаете все за правду. Самый лучший способ – задавайте как минимум 3 вопроса. А почему? Я понимаю, что звучит немножко глупо и тупо, и в реальной жизни вы никогда не будете задавать своему старшему товарищу, пусть это будет middle, senior или team lead, или еще кто-то там, 3 раза. А почему ДНС работает именно так? А почему мы идем по сети вот здесь? Но постарайтесь быть более… Ну, не закрываться от этой коробки, что вам не надо просто, не знаю, там, решить задачу, чтобы Дженкинс отправил данные в S3, да? Ну, допустим. А что именно вы отправляете? Почему именно в S3? А что такое S3? Вот такого рода вопроса. Критический склад мышления. Наверное, даже самокритический, даже, наверное, как-то так можно выразиться. Может быть, не совсем правильная формулировка, но… С глубоким любознательством и разбирательством, желанием узнать, что это такое. Ну, смотри, если ты скажешь, что придешь на собеседование, какие твои сильные стороны, как Дженкинс? Если ты скажешь, что любознательный, то тебе вряд ли наимут, потому что… Честно, честно, я никогда не спрашивал у женов, какие у них сильные стороны. Мне кажется… Да, это сложно. Там, скорее всего, берут за потенциал и, грубо говоря, какие-то такие косвенные вещи. Ну, давай, ладно. С женами в целом все сложно. Давай я тебе расскажу свой личный пример с точки зрения любознательности. Вот мы с тобой сидели, отдыхали, отмечали день админа. Я тебе рассказывал, что вот мое первое знакомство с администрированием. Я построил сеть в общежитии и мое первое знакомство с микротиком. Просто Саша решил сделать себе сеть на базе микротика. Я его тут всячески договариваю. Скажите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, на микротике стоит делать? Или вот я приверженец Ubiquity, UI, там вот это вот, UI.com, сайт называется. Мне больше нравится этот красивенький UI, который все можно сделать за одну кнопочку и как бы и все классно. И работает. Так вот, у меня была задача. У меня тысяча клиентов, грубо говоря, и мне надо их каким-то образом авторизовать. Разрешить им доступ в сети. И те, кто не авторизованный, как бы не давать доступ. Ну, грубо говоря, те, кто новый, чтобы пришли, чтобы скидывались на реновацию сети и так далее. И я это все сделал с помощью микротика. Ну, вот это было, любознательно, у меня был, грубо говоря, такой пэт-проект. Если это можно назвать пэт-проектом, конечно. Который заэффектил тысячу человек. Я до сих пор помню, как ко мне парни приходили, я простыл. Температура 37 с чем-то. Ну, вы знаете, да? У мужчины 37, то это уже умирает. Стучат меня в дверь, я открываю, стоит такая толпа, четыре пацана такие, здоровые хамбала, спрашивают, где моя сеть? У меня... Когда что-то в линейка не играется. В общем, это был такой суровый экспириенс. И вот тогда я, можно сказать, стал, ну, не то чтобы сетевиком, это плохо сказать, но вот эта любознательность и разобраться, и сделать, чтобы оно заработало, вот это, мне кажется, то вот если бы я кого-то нанимал бы, услышал бы, что человек что-то похожее сделал, но у меня это прямо вот сразу сигнал о том, что этого человека стоит брать. Ну да, я еще все-таки верю, что наша отрасль, я вот именно, DevOps, да, там, лайк, типа, системные инженеры, там, клауд-инженеры, сейчас, каких только названий нету, DevOps, кто-то, это люди должны быть в первую очередь, ну, я не могу сказать, влюбленные в свою работу, но те, кто получает удовольствие от каких-то маленьких совершений, потому что если работа в тягость, то и другие вещи, которые связаны с карьерным ростом, с развитием, они будут в тягость, соответственно, мотивация плохая и так далее, и тому подобное, выгорание, вот эти вот все вещи, то есть в целом, ну, с женами, я думаю, мы разобрались, потому что тут очень неконструктивно, потому что очень сильно на ощущениях и на опыте, с медлами... Все суперсубъективно, наш вообще подкаст, это чистая субъективная вещь, если это можно так назвать. Для мидл инженеров тут уже интересней, тут уже появляются коммуникации, как правило, причем коммуникации достаточно... Ну, во-первых, надо, на мой взгляд, для мидл инженера помнить одну простую вещь, что люди все люди, то есть люди допускают ошибки, люди могут ошибаться и так далее. Самая такая ситуация, которую я видел среди мидл инженеров и синер инженеров, буду откровенен, это в том, что они уже почему-то думают, что они все знают. Либо уже прям хорошо присытились опытом, и возникает ситуация, когда приходит там разработчик с каким-то вопросом, и вместо того, чтобы попытаться вместе сесть, понять его вопрос, вместе подумать, что могло стать причиной какой-то проблемы, найти решение, они говорят, ты что, тупой? ты что, не знаешь, как ноги забрать с машины? И так далее. Это вот очень хорошо, когда это потом проходит у людей, и они особенно приходят в синьоры, просто это потом превращается в токсичность сильную. И если человек остается с таким же способом взаимодействия с другими людьми, переходя в синьоры, то я такое видел, что ты потом даешь этому синьеру джуна какого-то, и этот бедный джун, он, ну, мягко говоря, через какое-то время хочет уволиться, убежать, закрыться, и поплакать в подушку пару ночей. Ну, потому что так не обучаются другие люди, не взаимодействуют. А то, что ты назвал, я сейчас не вспомню, как это называется график, вот, когда, знаешь, ты только начинаешь что-то учить, такой, типа, ну, я ничего не знаю. Потом ты что-то получил, такой сразу у тебя уверенность в том, что ты знаешь, ну, вот, просто все. Потом ты дальше учишься, у тебя начинает падать график уверенности, знания, потом, когда становишься синьером, такой думаешь, да я вообще ничего не знаю. Вот именно, я к этому тоже пришел. То же самое с водительскими правами нам рассказывал инструктор, что тут самая проблема это вот 2-3 года опыта начинается, короче, лихачество, да я тут всех, короче, умею, короче, водить лучше всех и так далее. Очень сильно похоже. Ну, грубо говоря, нельзя сказать, что есть какой-то список софт-скиллов, но для меня важно на миддл уровне, чтобы человек мог объяснить свою мысль, мог немножко спекулировать в плане, что сказать честно, я этого не знаю, но мне кажется, что вот возможно это может работать так. А это хорошая штука или плохая, потому что иногда, вот я знаю, что как отличается наша культура условно, там славянская, восточно-славянская, назовем это так, и западная. На западе там принято, типа, никогда не говоришь, что этого не знаешь. Ты говоришь, что это тебе суперинтересно и ты вообще мечтаешь об этом разобраться, но у тебя пока еще не было возможности, там, продакшн экспириенс и так далее. С одной стороны, это звучит хорошо, это показывает твою вот это как раз-таки любознательность и то, что у тебя есть к этому интерес. но у меня иногда, ну, условно, я не знаю, как правильно относиться к этому. Человек приходит и отвечает домыслами, он не говорит открыто, типа, я не знаю, или на все вопросы говорит, я не знаю, но считаю, что нужно делать вот так. Вот как правильно соблюсти этот баланс, когда ты особенно на интервью, когда сказать, стоит просто сказать, не знаю, и давайте дальше, ну, грубо говоря, да, то есть, как развернуть не знаю, Reliable System, Kubernetes, это какой? Или Resilience. И Resilience, это такое сразу, не знаю, и идем на следующий вопрос, или в чем разница между Resilience и Reliability? Мы когда-нибудь снимем об этом в отдельный выпуск, и идем дальше на следующий вопрос, или плавать догадкой, просто ты начнешь плавать, может быть, человек зацепится за то, что ты скажешь неправильно. В зависимости от того, на каком вы интервью и кто вас интервьюирует, то есть, конкретного ответа нету. Я расскажу свой подход. Мне очень важно на интервью, но это уже на следующую ступеньку, да, сеньор. Вполне нормально, если кто-то чего-то не знает, но я ожидаю уже на уровне сеньора, что человек хотя бы может, даже не догадками, а верхнеуровневыми концепциями объяснить, как это будет работать. То есть, я не люблю, когда мне говорят на вопрос, не знаю, что такое скейлинг, ответить, я не знаю, но предполагаю, что это связано с картошкой. Ну нет, вот это бред, да, можно же... А как, если люди отвечают, смотри, вот ты говоришь, скейлинг, чувак такой просто берет, ну знает английский, ну скейлинг, это может топирование, и все. Что дальше, ну начинаешь разматывать, что подразумевается, бла-бла-бла. Это очень сложно, да, у меня подход к интервью не совсем типичный, да, в моей компании, вот даже буквально сегодня была шутка, мы готовим еще одного инженера, чтобы он проводил технические интервью, у нас был менеджмент митинг, я, мой коллега, наш сео, мы разговариваем там регулярно, и вот говоришь, вот мы готовим такого-то человека к проведению этих интервью. Потом другой head of the ops говорит, ну вот еще одного человека, ну мы, наверное, не будем ставить, потому что он слишком как бы требовательный к кандидатам. Я говорю, требовательный меня? И все такие, вот мы только хотели это сказать, но подумали, это будет некультурно. То есть на самом деле я не могу сказать, что я очень требовательный, просто у меня подход к интервью такой, что я, наверное, смотрю в целом на инженера, мне нисколько важны отдельные навыки, мне нисколько важны какие-то конкретные глубинные знания, мне важно, чтобы человек не врал, чтобы он был ответственным и чтобы он умел общаться. В принципе, вот этих трех вещей в дополнение к каким-то скиллам, которые у него есть, хорошие, достаточно для того, чтобы с ним двигаться дальше. Ну это типа, ты говоришь, вот middle, три вот этих вот ключевых... Нет, ответственность уже приходит в синер, в таком уровне, в котором мне бы хотелось, чтобы она была. Хорошо, а если брать на уровне мидла, что бы ты сказал там? Условно, мы договорились о том, что на уровне джуна, а-ля английский, который можно спорить, это является соцкалом, не является, и договорились, что на уровне джуна нужно показать свою некую любознательность, системное мышление, критическое мышление. В общем, вы хотите что-то узнавать, или сами делаете, или же там, читаете и так далее. Для меня мидл должен быть, как я говорил, коммуникабельность, в принципе, умение разговаривать, потому что приходится коллаборировать с разными людьми, и в таких ситуациях, если мне приходится беседовать кого-то на мидл уровне, я начинаю им создавать какие-то behavior case, то есть, как бы ты себя повел в такой-то ситуации, вот была такая-то, такая-то ситуация, такая-то, такая-то проблема, и вот надо ее решить, связанную с другими разработчиками. Ну, например, пришел к тебе разработчик, говорит, что пайплайн там завис, или пайплан упал, что ты сделаешь? То есть, это очень тоже важно понять, как он отреагирует в данной ситуации, что он скажет, какой его опыт. И очень важно, на мой взгляд, у мидл инженеров, в случае, если у них нету какого-то обширного технического опыта, но они претендуют сразу на мидл, такое бывает, это очень хорошая техническая база. То есть, если ты, в принципе, грубо говоря, проштрудировал книгу по кубернетис, очень хорошую, которая там даже по подготовке к интервью, то и пришел, и ты, в принципе, все объяснил, ты все понимаешь осознанно. Это уже для меня лично хороший сигнал, чтобы, ну, как-то посмотреть спустя рукава на... спустя веки, не знаю, как сказать, на практический опыт. Потому что я понимаю, что человек в целом ориентируется. Но у этого есть определенный подводный камень, но это другая история. Мне, в принципе, с мидлами сложно, потому что я с ними меньше работаю последние три года, до этого я их вообще не нанимал. Поэтому мой совет тем, кто мидл хочет расти дальше и почему-то ему говорят, что что-то не так с софт-скилами, попросите, если вдруг идет запись интервью, послушать, сами запишите, послушайте, попробуйте продумать в голове, как вы отвечаете на вопросы. Критичность и хорошая обработка обратной связи от самого себя к себе либо от окружающей к себе, это очень ключевой момент. Он помогает действительно, даже не только продевопс, это в целом для человека полезно понять, а как люди вообще со мной живут. Вот я этим вопросом задаюсь постоянно, потому что жена и дети говорят, что я очень скучно, занудный и вообще, короче, вечно всем недоволен, но... Напоминает меня. Да, что-то есть в этом, да. Собрались два зануды на подкасте, поэтому нам сильно не хватает Максима, Максим вернись. С медлами разобрались, с джунами и медлами разобрались. Давай переходим на сеньор, потому что мне кажется, сеньор это самое интересное. И самое сложное. Тут, опять-таки, уже требуется то, что мы говорили, то, что я озвучивал, да, умение уже общаться с нетехническими людьми на технические темы. Это тоже определенный опыт скорее, даже не софтскил, это вот опыт, который можно приобрести и вот этот вот софтскил нарастить. Это в первую очередь комплексное критическое мышление, то есть я для себя всегда беру за основу, что люди могут врать, люди могут что-то не знать и так далее. Это помогает мне на самом деле в работе очень сильно находить какие-то решения быстро. Вот пример, я не могу сказать, что кто-то мне врал, но я понадеялся на разработчика. В том плане, что я работал над задачей по оптимизации CI-пайплайна, а у клиента на прошлой неделе, хотя никакие мои реквесты не мерзжились, начали все пайплайны еще дольше работать. То есть просто на установке npm install висла все нахрен и джоба крутилась вечно. Ничего не писала влоги, мы подумали, что это из-за того, что у нас self-hosted раннеры косячат, переключились на гитхаб раннеры, то же самое. Я вчера подготовил свой пулреквест и мой пулреквест тоже начал так крутить, вертеть, зависать. А я спрашиваю, а вы там по своей части все проверили, не могло быть там каких-то косяков с пакетами. Не, это что-то с гитхаб actions. И я начал ковырять и пошел сначала начал дебажить, потом нашел, пошел по пакетам, искал, какие пакеты релизились недавно и нашел, что есть такой пакет Puppetir для реализации тестов в Node.js и у него есть underlying пакет, не, по-моему, он и есть underlying пакет, короче, не помню, где-то там в зависимостях. В общем, релизнули новый пакет и change очень жирный в том плане, что они поменяли bucket location Google, на котором будут храниться хромиум бинари, которые нужны для тестов. И по факту у нас использовалась какая-то старая, у нас использовалась старая версия и по факту она что висла, потому что у нас был кэш, который загружался, а если кэш удалить, то ты видишь, что у тебя происходит какая-то хрень. То есть там баг прямо так и описан, то есть я нашел, протестил и выяснил, что проблема вообще в пакетах. Хотя казалось бы, должен девопс этим заниматься или нет? Девелопер такой, да ну ты че, короче, мы неделю все проверяли, а ты взял, нашел системы могут врать, люди могут врать, кубернетис может врать. Как кубернетис может врать? Кубернетис не может врать. Не может. Я очень утрированно говорю. Вот сегодня тоже второй пример. Приходит разработчик, говорит, вот смотрите, вот я вот вчера в пайплайне деплоил, и у нас, когда мы деплоим, у нас вместо одного сервиса почему-то рестартятся все. Ну типа они накатывают изменения на один сервис, а у них аффектуются все, но там такая структура, что они просто апплайят все манифесты кубернетис. Там нету хелма, просто чистые кубернетис манифесты для всех сервисов. И подставляют имиджи через n-substitution в Jenkins. Имидж теги. То есть по факту если имидж так не поменялся, то манифест не менялся, и ничего не происходит. А оно происходит. Я такой ну а там в логах все нормально? Он говорит да нормально точно. Я открываю лог и вижу что там ворнинги есть, что memory request не может быть с точкой, когда вы используете гигабайты. А они решили заинкреесить, там был 1 ги, они добавили 1.08 ги, а это в неправильная единица. И когда кубернетис пытается применить этот манифест, он автоматически его конвертирует в какую-то хренобору, которая там 1380 ми, то есть вообще в другие единицы, выдает warning, а манифест поменялся. И сервис рестартится. Ну короче, это вот такой пример, где в принципе ты просто понимаешь, что а мне говорили, что это мой ченч, который вообще в другом месте. Я к чему? Я к тому, что сеньор это как бы очень странно и мерило в разных компаниях свое понимание, что такое сеньор, и в моей компании, к сожалению, пока еще нету конкретного definition. Какие скиллы должны быть, чтобы, батрица компетенции, можно это назвать как угодно? Ну смотри, я когда был в ипаме, сейчас говорить слово, мы, потому что я это делал не один, очень долго страдали, мучились, создавали вот эту матрицу компетенции, и расписывали особенно хардскиллы. Мне кажется, что это такая идея, она должна быть очень high-level и не сильно обезущая, потому что в зависимости от проекта, в зависимости от обора технологий, это может быть все по-разному. Мне кажется, важная составляющая отличия от медла до сеньора, о том, что ты из, не знаю, там, по-разному можно называть, давай возьмем как разработчики, ты из кодера превращаешься в инженера, вот тебе должна произойти вот эта эволюция, и когда я говорю слово инженер, я подразумеваю о том, что сеньору не должны объяснять, что нужно, значит, есть бизнес-проблема, вот как ты, например, сказал там про Дженкис, человек приходит в бизнес и говорит у нас там, не знаю, мы можем затеплоиться три раза в неделю только, почему, потому что у нас там какие-то проблемы с Дженкисом, мы не понимаем, что там, или вообще задача именно так, мы можем затеплоиться только три раза в неделю, а что там, почему там, дальше человек просто берет и начинает разбираться в логах, в деталях, там 24 баша, 38 питон скриптов, где они, что отвечают и так далее, и может заделиверить результат, то, что ты рассказываешь, для меня это звучит так, о том, что разработчики, кто-то тебе сказал, это скорее вот ребята, словно мидлы, которые все еще находятся на уровне кодера, возможно, они пишут классно код, возможно, они могут взять тикет, в котором расписано, что нужно сделать, ну окей, я не говорю о том, что там будет все расписано, там зайти в функцию А, поменять там логику вот на такую, перейти в функцию Б, поменять там логику вот такую, кнопку С поменять с красного на зеленый, или там с белого на черный, нет, ну как бы поставлена задача, чувак пришел, открыл, у него есть код, он как бы закодировал, вопросов нет, вот мне кажется, как раз такие люди больше и больше будут, не то чтобы терять работу, они менее будут востребованы на рынке, особенно потому, что, ну сейчас реально все больше и больше можно писать код с помощью разных инструментов, вообще. Заканчивая мою мысль, вот этот, сеньор, для меня это равно инженер, еще вот это, эта история мне очень нравится, я вот не помню, какой-то президент приходил, американский, естественно, американский президент приходил в НАСА, и там уборщик, моет полы, и этот президент спрашивает у уборщика, типа, чем ты занимаешься здесь? И он говорит, я запускаю космические корабли в космос. Вот это сознание, понимание того, что вы делаете, зачем вы делаете, как раз таки это, ну мне кажется, это уже очень вот синер левел, когда вам, ставя задачу бизнесовую, вы это воплощаете в жизнь и понимаете, то, что вы крутите винтик здесь, как это по факту реализовывается и превращается в то, что конечные клиенты используют. Ну, грубо говоря, вы работаете, не знаю, в какой-нибудь игре, и вы понимаете то, что вы скейлиете свой кубернет, в зависимости от того, как быстро вы заскейлили, так быстро у клиента возвращается респонс, так дольше времени человек остается в игре, потому что он не готов ждать больше, чем там, не знаю, 300 миллисекунд на респонс он уходит и так далее. Вот такие вещи вас превращают в сеньора. Да, надеюсь, Андрей, наш подписчик когда-нибудь все-таки дойдет до того, чтобы прийти к нам и рассказать, как его геймсервер раскиелится в кубернетисе. Он все обещал узнать, но посмотрим. Это, кстати, очень сильно все, что ты сказал, коррелирует со вторым вопросом этой же Анастасии в том же выпуске. Давай, давай, давай. Она зала вопрос, что, даже это не вопрос, это скорее преамбула к вопросу, то есть, что, как ей кажется, чтобы стать трушным девопсом, я бы, наверное, сделал в скобочку сеньором, важно понимание не только инфраструктуры, но и процесса создания продукта и как он потом живет. То есть, как раз-таки любимая наша бесконечность CICD. И девопсом же не только CICD. Вот тут важно понимать, что вот сейчас я буду по рукам бить, вот как ты говоришь там про контейнеры и докеры, бесконечность это не CICD, это SDLC, это процесс разработки. Сделился кружочек. Вот в девопсе SDLC превращается в бесконечность. Ты будешь с CICD... Нет, подожди, я согласен, вообще SDLC это 8 или 7 или 6 в зависимости от реализации. Да, да, да. Пусочек, тут вопросов нет. Но в целом эта бесконечность это не CICD. CICD конкретные шаги встрою. Потому что в CICD ты не встраиваешь мониторинг, например. Ну, просто если ты возьмешь видишь CICD в гугле, там будет очень много картинок с бесконечностью. Это, во-первых, не мои слова, этот статус. забраться и понять, что это такое, как это работает у нас. Есть, опять же, ссылочка вот здесь вот. И считаю, что это просто must have всем посмотреть. Так вот, то есть девопсу нужно понимать, каким будет знак бесконечность для его проекта. Ну, скажем. Какие, где инструменты? То есть понимать немного и с точки зрения бизнеса, разработки, тестирования и релиз-менеджмента. И теперь вопрос. Так ли это и нужно ли это к этому стремиться? И потом дополнительный вопрос к этому, на самом деле, на мой взгляд, не очень связан, но тем не менее. Сложно ли девопсу менять отрасль? К примеру, она слышала, что в определенной большой компании могут перемещать инженеров на проекты в одних и тех же отраслях. То есть если ты работаешь в домене health care, то твой следующий проект большой компании outsource будет проект с health care, потому что ты принадлежишь health care департаменту. Условно. То есть вот с ее точки зрения я с этим согласен, что если Kubernetes и IAC и Terraform можно переместить и переносить с проекта на проект, то с pipeline так сложно, потому что pipeline это все-таки уникальная штука. Тут намешано вопросов, но я к чему? Вот эта вот первая часть, я считаю, как раз таки, да, если вы хотите быть сеньором, вам надо стремиться к пониманию того, что у вас происходит. И отвечая на твой вопрос, который ты мне ранее задал, что клиенты спрашивают? Давай. Объективности ради редко, когда клиенты устраивают прям техсобес. Сразу, сходу. Обычно первый вопрос очень поверхностный. Очень много любят задавать вопросы. Насколько вы углублялись в проект, в продукт? Насколько вы знаете, что продукт делает? Насколько вам приходилось его дебажить вместе с разработчиками? И так далее. То есть как раз таки вопросы про collaboration, про совместное решение каких-то проблем, как раз таки для меня сеньор, это как раз таки про ширину, когда вы не только смотрите под микроскопом, что я умею писать идеально Тераформ. И все. Это мой навык. И я, короче, всю жизнь буду писать Тераформ. Все уйдут на OpenTOF, я буду писать Тераформ, все заменят это на CDK, я буду писать Тераформ. То есть инструменты, это всего лишь инструменты. Тут, конечно, мое чистое, вот чисто моя внутренняя нутрянка, как бы это не очень ноляписто звучало, но я считаю, что Senior Engineer Plus это в первую очередь инженер. И инструменты вторичны. Первичны как раз таки понимание задачи, первичны конкретно варианты решения, выбор инструментов под ситуацию и решение. Вот на мой взгляд это важно конкретно с точки зрения soft skills для Senior Plus инженеров. Ну, мне кажется, во-первых, у тебя немножко специфика, грубо говоря, если мы берем израильский рынок, ну вот как мне видится, да, я был несколько раз в Тель-Виве, опять же, E-Best, Тель-Вив Саммит, у израильской культуры она очень сильно сосредоточена на стартапы. Если посмотреть то количество стартапов, рождающихся в Израиле, это просто какое-то бешеное, просто запредельное количество, такая махутенькая страна, но просто с невероятной мощностью с точки зрения генерации каких-то идей и воплощения. И мне кажется, важно, когда ты нанимаешь такую штуку, то, что ты не просто как чай, ты не просто кодер, которому мы там сбагрим что-то, ты будешь частью команды. Корабля. Да, частью корабля, и как в некоторых компаниях любят говорить, мы в одной лодке, и давайте плыть вместе на этой лодке. Возвращаясь к вопросу, вот здесь вот смотри, там, типа, нужно ли понимать сам продукт, и дальше вот про разные отрасли. Вот про разные отрасли я бы это характеризовал бы про растешь как девопс, в какой-то момент у тебя все равно достигает, вот есть этап, да, то есть, например, ты дошел там до сеньора, ты можешь оставаться сеньором, идти там, расти дальше вглубь, вширь и так далее. Оставаться сеньор девопсом. Можно пойти в менеджмент, да, и там быть менеджером девопсов, например. можно пойти в архитектуру, систем архитектура, там, или solution архитектура, cloud архитектура, неважно, но в какую-то архитектуру, которая, ты уже, как человек, знающий, как это работает под капотом, ты знал, как это работает, понимаешь, как работает система, дальше ты теперь уже дизайнишь и рассказываешь, как это надо делать условно. Вот здесь вот важность понимания отрасли, в которой вы работаете, например, вы работаете в финансовом секторе, или вы работаете в e-commerce, или в тоже healthcare, или вы работаете в manufacture, в зависимости от этого очень сильно, ну, смотрите, вот эта глубина понимания отрасли, она тоже очень сильно ценится. Если вы долго проработаете в каких-нибудь финансовых структурах, вы очень хорошо понимаете банковскую систему, вам уже не нужно будет вот этот вот жаргон, назовем это так, или базовый там минимальный уровень каких-то слов, не нужно рассказывать вам, вы уже в курсе, вы понимаете, что это такое, и начинаете дальше двигаться. То есть у вас есть еще не только технические навыки, у вас есть еще и отраслевое знание, знание самого бизнеса, бизнес-домена так называемого. Вот это, мне кажется, важная составляющая. Стоит ли прыгать с одного бизнес-домена на другой. Если вы хотите просто расти как просто DevOps, ну, мне кажется, особо разницы нету. То есть можете прыгать без разницы. Если хотите, дальше думайте все-таки расти в архитектуру, и у вас уже, не знаю, пять лет, не знаю, в финансах, в банках вы проработали, ну, моя рекомендация будет дальше идти искать в банках, потому что у вас уже есть опыт, и вы этот дальше опыт будете просто наслаивать. А я рекомендую менять. Почему? Потому что домен равно тулинг, а тулинг очень сильно ограничивает мышление. Ну, нет, подожди, домен это все-таки не тулинг. Хорошо, давай поспорим, что на любом проекте с банкингом основа приложения на Java написан. Ну, ты прям это... Давай поспорим, что на 50% будет Oracle база. Ты прям это сразу вот так вот, 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 прямо в сердце вот так вот и не даешь шерча. Хорошо, давай поспорим, что если мы связаны с криптой, у нас будет GPU машина. Ну, это интересно, я не спорю, но как бы факт. То есть в банке, в банке вы не поработаете с GitOps'ом, скорее всего, потому что внедрение этого у вас займет десятки лет. И все равно не пропустят, потому что будет человеческая проверка с опрумом десятерых человек. То есть, нет, я не говорю, что надо прям сильно все попробовать, нет. Тут как раз таки к тому, что если вам, если вы хотите быть конкурентоспособным на рынке, если вы чувствуете, что у вас тут нет развития, то однозначно да, менять надо, потому что иначе вы будете всю жизнь зациклены на определенном техстеке, и со временем у вас возникнет проблема, что вам будет сложно найти работу, потому что, например, в этой нише вакансий нет, а в другие вы не проходите. И я такие случаи видел и встречал. Ну, смотри, мы возвращаемся в разговор тишейф-модели. То есть, когда у нас есть какой-то очень узкий стек, например, ты сетевой инженер, ты можешь работать только в сетях. Чем круто DevOps? Тем, что у тебя этот стек, палочка верхняя, она просто настолько широкая, что ты можешь зайти практически в любой проект, да, вот так вот, типа, руки опустили, опустил, вот так вот DevOps заходит на интервью. Про Метео знаете, знаете, Клауд знаете, знаете, Кубернатие знаете, докер знаете, знаете, юлинук знаете, знаете, Дженкин знаете, знаете, три вопроса в углу, ничего не знаете. Вот эта ширина, это круто. Тебе возникает возможность выбора разных проектов, но иногда есть, хорошо, хорошо, возможно, один домен, это плохо, но прыгать каждый новый, там, новая работа каждый год, и новый домен, например, ну, я бы так не рекомендовал, потому что это как с клаудами, да, я по факту проработал во всех трех, но сейчас, казалось то, что я помню, как там вышли, что-то делается спустя сколько прошло времени, 5-6 лет, ну, навряд ли я уже что-то сейчас вот так вот быстро. Ничего не поменялось. Все такие же идентификаторы, которые надо куда-то засунуть. Все так плохо. Нет, вот эти три, а я вот за последнее время, наверное, регулярно работаю с шестью. И, ну, как регулярно, from time to time, как сказать. Нет, ну, видишь, ты from time to time, но если ты, там, зашел в проект, долго работаешь, там, через два года ты обратно возвращаешься, скорее всего, и ты сможешь восстановить навыки. Я спорить не буду. И я даже так тебе скажу, мне даже сегодня седьмой дать. Все равно, кубики те же, принципы те же, может быть, функциональные возможности разные, и способы реализации. Танкости. Вот, вот, а вот сейчас мы опускаемся вот на глубину. И когда, вот эти, вот, ты говоришь, у тебя шесть, семь клаудов, провайдеров. Кто больше? Да, кто больше? Пишите в комментариях. Напишите, какие вообще вы знаете. А дальше начинается глубина. Да. Насколько ты глубоко знаешь вот эту каждую штуку. Уметь, грубо говоря, запустить виртуалку или менеджер кубернетис и настроить базово какую-то сеть, чтобы дать доступ из интернета в твое приложение. Ну, наверное, я хоть сейчас сделаю это в трех клаудах. вообще, вот так вот. наверное, в пяти, ты мне дай там полчаса, я почитаю документацию и сделаю. но глубже дальше там разбираться в деталях, как это работает вот здесь и как это работает вот так. Согласен. Вот, вот тут уже начинаются тонкости. И, к сожалению, у каждого провайдера свои тонкости. И ширость. Да. Это сто процентов. Вообще, это как бы даже к каталке не ходить. Вопрос к тебе. Давай. Что ты думаешь по поводу последних новостей Амазона касательно закрытия сервиса? Все следующее, сказанное мной, это мое персональное, личное, субъективное мнение. Не как сотрудника Амазона. Уже или на тот момент, как я уже не буду. Нет, ну, на всякий случай, я не могу комментировать, что происходит без... На всякий случай, это мое личное персональное мнение на нашей кухне персонально. Ну, я думаю так о том, что отрезается то, что не востребовано. Да, нет, тут вопрос. То, что нет, будет код коммита, я очень даже рад. Я в принципе считаю, что... Опять-таки, это только мое мнение, никак не Виктора. Да. Все, что код pipeline, код deploy, код коммит, это сервисы, которые нужны для того, чтобы сдать DevOps professional сертификат и больше вот просто возьмите и положите в сторону. Там некоторые, конечно, вещи можно делать. Классно, я не спорю, там, blue green, некоторые сервисы, супер из коробки, класс. Но код коммит действительно странный сервис. Для того, чтобы с ним взаимодействовать, там надо прям поприседать. Меня больше интересует другое. Это способ деприкейта. И я читал, что многие, в том числе комьюнити билдеры и пара AWS hero прям очень сильно высказались на этот счет, что как бы в принципе это, ну, жирные изменения. И понятно, что оно не отключилось у текущих клиентов, но новые уже использовать не могут. И если, допустим, есть большой клиент, который имеет, там, 28 аккаунтов, где это работает, он откроет 29, придет, а там нету, это будет, наверное, не очень хорошо. То есть, в принципе... Ну, а как ты себе видишь способ деприкейта? Ой, вот S3 bucket, как они плавно ушли от ICL. Ну, это же идеальный способ. Это слишком долг, мне кажется. То есть, здесь, мне кажется, задача как раз-таки яду, я на, ну, я не знаю, на 100%, но я предполагаю, опять же, это мое мнение, что все, кто сейчас работает на этих сервисах, особенно если брать код commit, у всех будет проработан на какой-нибудь solution-архитектор, который придет и скажет, ребята, давайте, пожалуйста, смигрируем, давайте, пожалуйста, смигрируем, не отключат никогда, ну, то есть, не вырубят так, что пока последний клиент не будет работать, но он бордить новых, ну, блин, мне кажется, это все-таки более-менее адекватный, плавный, ну, как бы, подход. Знаешь, какой вот я сервис больше всего расстроился, чтобы удалять? А там была пачка какая-то? Да. Две я делаю вид, вспоминал. Я перечислю, что в 2024 году собираются делать decommission, Amazon HoneyCode, AWS DeepLens, AWS OpsWork for Puppet Enterprise, и лично для меня это еще один сигнал о том, что все-таки Puppet уже пора отдыхать, AWS OpsWork Stacks, AWS IoT OneClick, Amazon QLDB, очень тяжелая база данных, я пытался в ней разобраться прямо очень тяжелая, Amazon Elastic, Transcoder, ADBS Code Commit, что Саша сказал, и Cloud9, и да, я расстроился больше всего за Cloud9. Что поделать? Ну, да, нет, я понимаю, что как бы сервисов много, они не влазят слишком много, мне кажется, слишком много. Слушай, а может у Амазона есть типа аналог таблицы маршрутизации для сервисов, у них просто заканчивается место, и они такие, давайте дропнем старые записи, просто уберем. Да не, ну на самом деле с Code Commit понятно, Opsworks понятно, убираются просто невостребованные штуки, в целом все ок, но больше всего людей, конечно, поразило то, как это делается, и то, что вокруг Code Commit построено. А еще Code Star будет убираться. Да, еще большое количество пайплайнов построено на основе Code Commit, и люди наворотили всяких миррорингов со всяких гитхабов в Code Commit, чтобы, короче, все это работало, потому что изначально когда-то давно Code Build не умел, например, ходить куда-либо, кроме Code Commit. Это потом уже привезли GitHub, это потом привезли, по-моему, сейчас уже есть любой гит-репозиторий, но когда-то был только гит-коммит, и люди наворотили всяких мирроров, и теперь такие, а что, а как можно по-другому теперь, а что это надо делать? Это да, это вызывает вопросы, но на самом деле вопрос очень сильно такой, многосторонний, надо понять, кто как использует, но лично я считаю, что это правильное действие, единственное, что все обвиняют там топ-менеджмент в том, что вот при них раньше такой фигни не было, вот, может быть, это просто время пришло. Ну, если вот совсем, опять же, это чисто мое мнение, посмотреть на список сервисов, которые есть, во-первых, у меня иногда возникает вопрос, зачем так много, я думаю, что у всех возникает такой вопрос, и сложно в этом всем разобраться, вот, если посмотреть, что сейчас происходит с рынком, ну, никому там не секрет, потому что Generative AI сильно меняет прям вот направление сейчас. Мир. Я серьезно, но мы с тобой обсуждали новости. Ты просто прошлый выпуск так начинал, я думал, как раз такие фидбэки. Типа того, да. Я до сих пор вспоминаю эту выставку с железок, где AMD и все производители железа впихивают в название железо AI. Просто потому, что у тебя нету в названии этого продукта AI, оно уже не продастся. Вот такое ощущение. И вот эти сервисы, они становятся, ну, уже все, грубо говоря, время прошло. Ну, вот смотри, Puppet Enterprise. Я с тобой согласен про код commit. Мне кажется, что про код commit, опять же, мое мнение, это стратегия заставить людей смигрировать в код каталист. Потому что в код каталист у тебя из коробки предоставляется тоже движок по работе с гитом. Ты туда все закинул, у тебя есть блюпринты, ты можешь подключить внешние репозитории, у тебя там есть менеджмент проектов, так далее, так далее. У тебя полноценно твой с DLC можно построить, вот эту бесконечность и так далее. И первый типа шажочек код commit это вот типа давайте вот пойдем вот туда. Потому что код каталист он решает все, весь, полностью весь спектр. И код билда, код деплоя, код сейчас звездочку ставим можно заменить каталистом. Ну, если так разобраться. И с точки зрения большой компании поддерживать множество таких вот разных кусочков продуктов выглядит больно. Ну, как бы затратно и получается то, что у тебя есть инвестиции во что-то новое и у тебя нужно все еще поддерживать старое. Не буду говорить какая компания, но другие компании делают это немножко хуже. Но мне кажется в основном делать это более-менее плавно назовем так. Тут я бы, наверное, добавил вот к тому, что я сказал, ну, чисто, опять-таки, по-братски и по-сестрицки, кто нас слушает девушки тоже. Пожалуйста, когда строить инфраструктуру, не надо пытаться все свои и не свои яйца засунуть в одну корзину Амазона. Я говорю не про бакет, я говорю в принципе про все. Мое субъективное мнение, что CI, как и хранилище source-кода должно быть в другом месте. Потому что это как минимум дает вас определенную возможность. А то, например, как это иногда случается, какой-нибудь сервис Аяма у вас отвалится и у вас все накроется тазом. А если у вас есть там какая-то инфраструктура, балансировщик и условно какие-нибудь кубернети с srgcd внутри, то вы все равно сможете доставить свои изменения, пушнув что-то куда-то в гид и ArgoCD сходит по обычному токену или ssh-ключу в вашей репозитории и получит эти изменения. Потому что когда вы держите все в одном месте, вот как было буквально позавчера, по-моему, кинезис в US-S1 сломался и из-за этого весь US-S1 очень сильно болел. То есть опять-таки US-S1 и US-S1 это те регионы, которые не надо использовать для продакшена на всякий случай. Если ваши клиенты не находятся там на всякий случай. Ну, как бы если они географически близко находятся. Ну да, если есть возможность выбрать другую альтернативу, пожалуйста, не используйте эти регионы, потому что как бы я не знаю правда или нет, но я читал, что из-за того, что там находится R&D крупнейшая Амазона, многие вещи там просто выкатываются первее. И из-за этого могут возникать эти ситуации. Опять-таки US-S1 там 6 availability или сезон. 6. 6 минимум, 6 дата-центров если не больше. Да, капец. Возвращаясь к нашему ты меня так отвлек про Амазон, решил послушать комментарии от человека, приехавшего из Германии. На самом деле к сегодняшнему выпуску мы думали поговорить что 70 выпуск. Мне кажется, мы очень хорошо раскрыли тему разницы между медлами, джунами, сеньорами и про скиллы. Но мне хотелось бы закончить наш сегодняшний выпуск второй большой темой это вот про сурвей от Stack Overflow. Вот в мае буквально, ну мы записываемся последний день июля, можно так это назвать. В мае вышел последний сурвей, где приняло более 65 тысяч разработчиков с разных стран. Естественно, на первом месте это Америка, на втором месте откуда я, ну не то чтобы родом, откуда где я сейчас проживаю, это Германия. Я, если честно, удивлен, я думал, что в Индии разработчиков больше, чем в Германии. Вот, честно, ну как-то вот прям... Да, среди разработчиков, которые заинтересованы на Stack Overflow. И прошли сурвей. И прошли сурвей. Но согласись, что все-таки те ребята, которые сидят в Индии, ну наверняка они, скажем так, часто пользуются Stack Overflow. А нет, у них телефоны. А, телефоны, я понял. И программирует тоже на телефоне, да? Я сейчас хочу просто пробежаться быстро по самому сурвейу. Я тут немножко так вот поставлю, если ты хочешь, я тебя буду, чтобы ты видел тоже, что я смотрю. Первое. Образование. Еще раз показывает о том, что для большинства все-таки бакалавр, это важно. 40% людей сказали, что они закончили бакалавриат. А если взять профессиональных разработчиков, то это получается аж 45%. Ну прям большая, крупная сумма. Поэтому, если вы человек, который думает заканчивает или не заканчиваетесь вышку, я считаю, что, ну как ни крути, она может пригодиться в жизни, как мне пригодилось, чтобы подтвердить свой диплом и проще переехать. Поэтому, заканчивайте высшее образование. Где люди учат? И здесь вот прям мне очень понравилось первый пункт. Другие онлайн ресурсы. 82%. Ну, все еще основная такая штука, это, конечно, какие-то онлайн курсы. Они супер популярны. Но, что тоже зацепило такой момент, это, вот, вот, сертификация. Ну, как бы, тут e-курсис для меня это и первый пункт, то есть онлайн какие-то штуки. И здесь e-курсис и сертификация. И это 50%. На всякий случай вот эти вот проценты, они не должны получить 100%. Это у людей был multi-choice. Ну, как я понимаю, да, то есть там кто-то, ну, вот сюда, сюда и сюда, а кто-то, ну, только в первое место и там в третье. Как вы учите friend of family member? Как тебе такое? 10%? Папа учит или брат обучает? Ты своих детей уже учишь в программировании? Не, не совсем пока еще. У меня ребенок ходит в школу робототех. Убирает свои игры программировать, пока базовые вещи, резисторы там, водики, батарейчики, динамички. Я помню, я как-то подсел, мне прям нравилось, нравилось. Как ты считаешь, как люди больше всего учат код? Вот мне понравился первый пункт. В онлайне? Да, онлайн ресурс is to learn how to Ну, техника документации, насколько я вижу. Да, но ты веришь? Вот ты, когда что-то изучаешь, ты реально идешь в документацию или ты идешь, гуглишь и ищешь какие-то статьи? Ну, смотри, что подразумевает под техника documentation? Если мы говорим про Terraform, например, если ты с нуля, то там прям очень хорошо есть примеры. в Terraform очень хорошая документация, спорить не буду, там прям очень хорошая. В Амазоне хорошая, сложная слоняя, но хорошо написанная в основном и с большим количеством полезных примеров. То есть, в целом, сказать, как еще можно учиться, ну, Stack Overflow, на мой взгляд, он немножко себе притянул ответы, потому что там все-таки их пользователи. Я бы, я там не зарегистрирован, и я скажу, что и я, и, конечно, в этом плане прям, опять, помощник, но он учит не кодить, а решать проблемы. Смотря, как ты используешь. Да, ну, например, я уже, ну, я могу написать скрипт, там, на Python и так далее, но мне иногда тупо быстрее сказать, что я хочу, и мне дадут рабочие варианты, он почти всегда работает, что самое удивительное. Там уже можно подшаманить, и все будет окей. Мне здесь больше всего заходит, ну, лично то, что я обратил бы внимание, то, как я, например, это делал, это написанные туториалы, это третий пункт, how to видосы, ну, я надеюсь, что наши люди, которые смотрят на ютубе, тоже это делают. И я хотел бы вернуться на шаг назад про learning to code и обратить внимание на второй пункт, на втором пункте книжки, physical media. Все-таки вот, опять же, я знаю, что у Саши другое мнение, но мне кажется, что книжки, это очень хороший фундамент, если вы возьмете хорошую книжку, например, как пройти собеседование про кубернатису, и прочитаете вот и до, возможно, ну, точнее, у вас больше шансов будет как бы пройти тоже собеседование, да, вы и разберетесь. Книжка все-таки это проработанный фундаментальный труд по сравнению со всяким там how to, не знаю, как подключиться по СССРу, то есть очень мелкая, маленькая проблема решается, а книжки пытаются раскрыть более фундаментально. Я так, я так думаю. Окей, поехали посмотрим по экспириенсу. Года. Смотри, что интересно, сам больше всего, ну, как бы оно, в принципе, логично, это 5-9 лет. Вот, жалко, что нету за предыдущие года, но мне такое ощущение, что цифра 13,6% с одного по 4 года стало меньше. Такое ощущение, что раньше было больше. Больше было, грубо говоря, джурнал. Ну, то есть, если вот брать, а мальчики и девочки выросли? Да. Нет, это да, но то, что новое не появляется, я вот про это. Ты смотри, вот меньше одного года, это значит, что ты студент, это вообще, ну, как бы совсем студентик. 1-4, грубо говоря, это типа, вот, джун, мидл, 5-9, это мидл, синир, 10-14, это уже, ну, ты должен уже быть сеньором. 50, это кто? Ну, слушай, есть же люди, которые начали... Кто перфокарты придумал, да? Да. Дальше, смотри, какая интересная штука. И это, я сначала неправильно понял эту таблицу, это года профессионального кодинга и какой вы тип разработчик. Смотри, в самом низу студент, 2.89, дальше поднимаемся, там типа, QA, потом там какие-то геймс, блокчейн, SRE, смотри, SRE с 12 лет, то есть ты становишься, грубо говоря, SRE через 12 лет. Или вот, кто вот сейчас вот там ответил, слонил 12 лет в SRE. Где наш девопс? Девопс 10 лет, то есть SRE нужно больше. Я приклянулся, то что ты синер экзекутив в 17 лет, а девелопер-адвокат в 15. Тебе, короче, чуть-чуть осталось. Еще немного, и я пойду в синер экзекутив. Я прыгнул в эту топ-3 профессии, ну, согласно, количество лет работы, отдых. Так, дальше, интересно, это роли, кто отвечал. Фуллстэк больше всех, аж 30%, и где же наши девопсы? Наши девопсы всего лишь 1,7%. А где, Сергей? 0,5%? 0,5%. А где девелопер-адвокаты, давайте посмотрим. А это вот в обратную сторону, самая-самая низкая. И где экзекутиков вообще не было? Ну да, ну потому что, нет, синер экзекутив выше 1,4%. А-а-а, я понял. Да. Cloud Infra Engineer 1,1%. В случае, что это за люди? А что такое за люди? СИС. СИСОПС, System Operations. Нет, просто СИС. Ну это сокращение. Ну да. СИСОПС. Хорошо, объясни мне, что такое дев-экспириенс. Дев-экспириенс. Это, наверное, те, кто собирает у разработчиков их опыт. Я не знаю, ну, дев-экспириенс, я не в курсе. Так, ну, географию разбирать не будем. Там, все понятно в целом. Возраст, ну, остается все так же, 25-34 и 35-44. Если эти суммируются, то это прям, ну и 18-24, вот, мне кажется, самая большая, конечно. Так, по технологиям, по технологиям, вот там я хотел чуть-чуть проговорить. Так, смотрим. На первом месте JavaScript. Backend, потому что. JavaScript. Ой, backend, full-end. Full-stack девелоперы ехать, сказать, одну с кладку. Обрати внимание, что на шестом месте, к сожалению, но на самом деле вот TTS, TypeScript и JavaScript, наверное, я бы почти схлопнул бы в одно и на... Сейчас полетят тапки в тебя через камеру. Давай. От full-stack разработчиков. Давай, давай. Типизированный JavaScript, не типизированный. Ладно. Ладно, хорошо. Короче, Shell. Shell на шестом месте. А это все благодаря Саше Грей, который популяризировал его в последние два месяца после новости на Reddy. И PowerShell, смотри, недалеко. Мы в прошлом выпуске как раз таки рассказывал про историю развития PowerShell. И PowerShell на секундочку, для тех, кто только собирается зайти в DevOps, на секундочку и выбирает, какой язык программирования учить, или Python, или Go, и говорят, что Go это лучше. Посмотрите, PowerShell выше, чем Go. Видишь? PowerShell выше, чем Go. Я молчу про Python, у которого 50%, но как бы сам факт. Так, что у нас тут еще? Дальше это совсем страшная база данных. Pazgre на первом месте. Вообще не понимаю, почему все так на театре от Pazgre. DynamoDB, прикольно, интересно. Microsoft SQL, ох. Oracle 10%, BigQuery, прикольно. Cloud Firestore, это база данных. ладно, хорошо. Cosmos, Influx, Чела. Так, следующее. Cloud Platform? Ну, чуть-чуть неожиданно, но да. Ну, все ожидаемо. Мне прям интересно, что Cloudflare замыкает четверку, хотя он, ну, типа, платформа, но первые у нас, конечно же, облака идут. И в целом, ну, понятно, да, тут плюс-минус. Ты скажи слух, и для тех, кто нас только слушает. Amazon Web Service 48% среди респондентов до 20 лет. Ладно, нет такого критерия до 20 лет, это среди всех тех, кто больше всего работает с ней. На потом у нас идет другое облако, другое облако и Cloudflare. Другое облако, другое облако. Саш, ну ты же можешь называть, это я особо не могу. Меня здесь зацепило, знаешь, что, во-первых, то, что Alibaba всего 1,2%. Я, если честно, ожидал, что Alibaba будет, но повыше однозначно. Ну, то есть, как-то прям совсем грустно. Я думал, что все-таки рынок, где у тебя там миллиард плюс человек, наверное, ты можешь больше вырасти. Ну, окей. Возможно, потому что респонденты, отвечающие, они сильно были представлены с Китая, поэтому, проблема, что, насколько я знаю, Stockware Flow частично заблочен. В Китае. Ну, может, он там не так популярен, потому что это все-таки англоязычная платформа, а азиатские страны предпочитают на азиатских языках вообще. Ну, часто бывает, типа, заходишь на блог, и там, типа, все вообще на непонятном, ну, мне, по крайней мере, языке. Так, веб-фреймворки пропускаем. Embedded Technology на первом месте Raspberry Pi и Arduino на втором. Ну, прям. Но мне очень нравится, что Embedded Technology дальше идет GNU, GCC, потом CMake, потом идет LLVM, CLang, и как-то прям все в кучу намешано. фреймворки. Так, .NET, понятно. Прикольно, что .NET и .NET фреймворк разделяют. А то, что RabbitMQ во фреймворках? Это тоже очень интересно, если честно. И то, что Apache Kafka, это тоже фреймворк. Ну, ладно. Так, следующее, наверное, нам более интересно. Другие инструменты? контейнеры 53,9%. Не контейнеры. Docker. Docker. Хорошо. Ну, всего... Любимый у Саши Docker 53,9%. И Kubernetes всего лишь... Вот, Саша, скажи, пожалуйста, ты знаешь, что такое White? White? Да. Я знаю Widiba. Что такое? Вайт. Такое White. Не знаю. Ну, ладно, NPM я знаю, что такое. PIP я тоже знаю, что это такое. Homebrew, как бы, если вы владели... Content tooling какой-то. Ну, локальный сервер для Vue.js. А, все понятно. Тогда все понятно. Поэтому тут и Webpack, поэтому тут и Yarn, поэтому тут и Nugget, Mawen и всякие вот эти вот для разработчиков, короче, примочки. Обратите внимание на то, что здесь появляется Podman. 5% немного, но тем не менее. И я в шоке, но, по крайней мере, мы это сегодня уже обсуждали, Puppet 1,2%. Всего еще где-то... Puppet норм. Puppet норм. Ммм... Ммм... Хорошо. Хорошо. Подожди, где Ansible? А, Ansible 7,9%. По-моему, Ansible 7,9%. Ну, выступает всего лишь чоколотье. Покет-менеджер на Windows. Да, да, да. Integrity Development Environment. на первом месте просто неоспоримо с огромнейшим разрывом Visual Studio Code. Просто с каким-то гигантским отрывом 73,4%. Это, считай, монополист. Я немножко был в шоке. Notepad++ на четвертом месте. В мое время, ну, я человек уже взрослый, я реально программировал сначала на Notepad++, но особо вариантов не было. Была либо Visual Studio, на которую требовалась лицензия, и клиент был не готов за нее платить. Я открывал Notepad++. Это было неплохо, но сейчас я в жизни бы не открыл бы Notepad++. Bycharm и тут всякие твои любимые. Асинхронные инструменты. Ну, тут все по классике. Jira, Confluence. Прикольно, обрати внимание, Markdown файл. На третьем месте. Ну, потому что документация в GT это классная штука. Да. Всем советую, у нас инженер нашел интересный фреймворк, то есть он пишет Markdown и Доку, а она потом деплоится и вебки рисуются, короче, ну, прям по страничкам, полноценный knowledge base. Очень недавно разработчики поддерживают и как бы есть вебка для того, чтобы с этим все взаимодействовать. И обрати внимание, что в асинхронных инструментах чуть ниже после мира есть Obsidian. Obsidian все еще выпуск в процессе. Не знаю, в какую камеру смотреть. А как тебе стак оверфлоу форум Teams? Это типа тоже какой-то у них есть project management tool? Интересно. А, да, у них они продают это как отдельно, то есть ты можешь купить, грубо говоря, свой форум внутри, на базе стакерфлоу, насколько я знаю. синхронные инструменты. Мессенджеры. Да, на первом месте Teams, на втором Slack, в принципе, ничего удивительного. Операционные системы. Вот здесь меня прикольнула одна штука. Смотри, Windows Personal Use 60%, Professional Use 47%. В Personal Use, как я понимаю, люди играют, поэтому так значительно больше. а вот в Mac OS, в Ubuntu Personal и Pro одинаковые проценты. Интересно. Потому что, наверное, люди и то, и то, ну, так и так используют. Кто начал использовать Mac, делает это виднее. Ну, в принципе, да. Так, дальше пошло огромное количество EA инструментов. Естественно, чат наш любимый на первом месте. Просто с дичайшим отрывом. Интересно, Google, да, Gemini есть. Вот я вот в инфополе EA от Google мало что слышу, но тут прям 24%. Прям как-то прям много. Вот я чем пользуюсь. Понятно, чатиком любимым, Клодом, Perplexity, прям крутая штука, Модом Q. Ну, наверное, и все. Наверное, и все, да. там ниже есть такой кружок интересный, где связи есть. Я нашел интересную связь. 4 919 людей, кто работали с Microsoft Azure, хотят работать с Amazon. Это ты где нашел? Ну, вот, там кружочки есть, Cloud Platform, еще ниже. Ниже, мотаем, так, и work. Cloud Platform. Так, ниже. Да, база, наведи справа, вот где ниже. И вот там справа сверху Amazon, где, синий, вот в нижней четверти. Вот, вот это вот прямая линия. О, Саша мне показал, 4177 человек, ну? Нет, другое. Вот, вот это. То работает. У меня другая цифра. Как так? А, у тебя Professional Developers, а ты на All Responders переключись. Точно, О. 4919. Прикольно, кстати, очень интересная... Connection интересная. Типа, 14 тысяч, кто работал с Amazon, хотят работать с Amazon. Прикольно. И 7600, кто работал с Ажуром, хотят работать с Ажуром. Но мне больше понравилось, что 5000 хотят, короче, работать с Amazon. Прям такая большая линия, прямая, да? Это, наверное, самая большая из всех крупных. И 5000, кто работал с Amazon, и хотят работать... Google. Да. Интересная корреляция, конечно. Да, Версити, ну, то, что мы говорили про разный опыт, да? То есть, интересно. Есть 5500 человек, которые хотят работать с OpenShift, с Amazon, интересно. Интересно. Разно. Но есть же OpenShift, значит. Нет, я понимаю, да. Интересно. Окей, я думаю, что можем завершать. Есть новость. OpenTofu 1.8 релизнут. Из классных штук переехали и начали поддерживать Tofu отдельный файл extension. Второе. Появилась возможность сделать переменные где угодно, включая backend конфигурации, что прямо вау. Теории потенциально, может быть, уже даже сделано, можно будет это сделать в life cycle блоке, чего раньше не было. Поэтому надо тестить. Что еще больше нас отводит разница между Terraform и OpenTofu. Да. Это правда. Чем дальше в 2025 году уже будет непросто так вот взял и переехал. У нас немножко получилась сумбурная сегодня кухня, но мы тут, я приехал, быстро решили реорганизоваться, думали запустить стрим, но решили, что, наверное, будет лучше сделать какой-то запуск на старой, родной, любимой кухне. У нас 70 выпусков, еще 30 впереди и будет юбилей. 10 тысяч подписчиков. Подписчиков 5. Ребята, давайте так, к сотому выпуску 10 тысяч подписчиков, 5 лет канала и празднуем, кутюем, не знаю, кутюем, ездим по всем странам, кутим там по всем странам, по золотому кольцу. Спасибо большое, что те, кто с первого выпуска с нами, 70 выпусков это все-таки серьезно. Саша, огромное спасибо за то, что наш СТО в ДКТ. Да-да-да. Ну и еще раз хотим вернуть нашего фаундера второго Макса. Макс, тебе огромный привет, мы тебя ждем и любим. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, чтобы наш любимый YouTube нас продвигал. И до новых встреч. Поставка. Я помню. Без музыки, понимаешь, это не то. Реально, я настолько понял, что я так привык к музыке, вот это, там вот эта игра, да-да-да. DevOps. Kitchen Dogs. Закончено. Готовься. Парам-пам-пам. Всем пока. Две руки. Подпишись.